Звёздный завтрак на Радио Шансон. По знаку зодиака целеустремлённый скорпион, по восточному календарю покладистый бык, по календарю друидов доверчивый жасмин, по цветочному календарю застенчивый пион, самый яркий из десяти солистов группы «Лесоповал», который запомнился и полюбился больше остальных, самый лирический баритон с диапазоном из десяти октав, заслуженный артист России, лауряд премии «Шансон года» Сергей Купри. Серёж, ну здравствуй, ещё раз рада тебя видеть. Здравствуй, да, из десяти солистов это было здорово, конечно. Рассказывай, откуда клубника? Ты, мы видели, в твоих соцсетях сам собирал? Ой, ну да, на самом деле, просто мои очень такие близкие, знакомые, друзья, у них очень большое хозяйство в Солнечногорске, деревня Тараканово. Они фермеры? Да, фермеры, волшебная страна, кстати, называется хозяйство у нас. Вот там много чего растёт, там растёт клубника, там стоят теплицы, есть огурцы бесподобные вообще, помидоры, в общем-то, очень много всего. Так же туи, ёлки, в общем, выращивается очень много. Ну вот, ну и мы с Катей пошли пособирать клубнички. Много насобирали? Ой, очень много насобирали, в общем-то, нам ещё очень много с собой надавали, потому что много насобирали. Что будете из неё делать? Вот вам привезли. Ну это понятно. А там же какая-то очень привлекательная акция. Ты что-то приезжаешь, собираешь два ведра, одно забираешь себе. Одно ведёрко себе, да, тебе отдают, одно ведёрко забирают. А это дело из-за того, что некому собирать, рук не хватает? Ой, я не знаю, но судя по всему, там, ну, такие ребята работают очень, которые это дело любят. Я так понимаю, что не деньги важны для них, а вот именно привлечение людей. Чем больше народу привлекут к этому, тем лучше. Вот поэтому все к нам в Солнечногорск, в деревню Тараканово, в волшебную страну, собирать урожай. Оп, минутка рекламки у нас сразу так с ходу. Да, да, да. Серёж, давай лучше всех пригласим 28-го числа на вечеринку «Гуляй шансон», где ты будешь тоже выступать. Это наша такая музыкальная мужская вечеринка будет. Для тебя это, кстати, будет впервые, а вот мы уже с Аней побывали на одном из таких мероприятий в прошедшую пятницу. У нас был первый «Гуляй шансон», ты будешь во втором. Да, на музыкальных вечеринках я, конечно, никогда не был. Нет, никогда. Тем более под названием «Гуляй шансон» ты вообще никогда не был. Тем не менее, я всех приглашаю, конечно же. Обязательно увидимся, встретимся. На сайте концерт.ру, ребята, можно приобрести билеты Сергея Куприк, Евгений Кемеровский, Анатолий Полотной и Фетя Карманов. Ой, компания хорошая. Компания супер. Расскажи, пожалуйста, а вот тебе больше, комфортнее выступать в больших залах, там, типа «Кремль», «Крокус»? Или тебе, наоборот, нравятся очень такие камерные заведения, где там 200-250 человек, 300-500? Ну... Какая площадка для тебя, чтобы прокачать, чтобы получить удовольствие? Да, что для меня, как бы, маленькие площадки, они, как бы, более интересные. И работать там как-то не то, чтобы спокойнее, а просто, когда ты ближе к людям находишься. Тихнее контакт. Да, то есть это, наверное, тоже свое дело делает. Вот такие площадки, как «Крокус», «Кремль», большие, они, я бы не тоже сказал, не очень комфортные для работы. Нет, прекрасные площадки, но, не знаю, мне нравится работать более в маленьких залах, ну, до тысячи, наверное, до 800 мест. Ну, 28-го там ближе некуда будет, там прям не то, что на расстоянии вытянутой руки, ладошки на расстоянии люди рядом. Ну, и отлично, это же мое любимое. У тебя будет такой подиум, и с двух сторон будут стоять столики, то есть ты можешь, как бы, с одной стороны ходить, а с другой стороны, прям, ну, очень плотный контакт с зрителями. Это отлично, вообще прекрасно. Величанку споешь, Сереж? Она да. Ну, почему нет? Бессменный хит, Михаил, в твоем исполнении очень круто, прям так легло. Анечка, если бы ты не попросил, я бы не пел. Спою обязательно. О, это хорошо. Сейчас мы еще накидаем. Ну, я сейчас накидаю плейлист, да. Сергей планировал спеть одно, а будет петь программа по заявкам. Да нет, ну, проблем никакой нету, конечно же, спою обязательно. Тем более, если, может, что-то еще попросят, тоже спою. Ваши вопросы, Сергей Куприку, мы ждем на плюс семь девятьсот девять, девять пять пять сто три и ноль. Звездный завтрак. Сергей Куприк у нас сегодня в гостях прямиком из любимого и родного Солнечногорска. В который он перебрался из дома Дедова. Да. Слушай, ну, расскажи, вот живешь так, в принципе, далеко. От Москвы и платную дорогу приходится преодолевать. Жил у одного аэропорта, а теперь перебрался к другому аэропорту. Вопрос, зачем? Ты так любишь самолеты? Да нет, вот Анечка правильно говорит, что мы далеко от Москвы, Солнечногорск находится. Ну, у нас привязка-то не к Москве больше, а к аэропортам. На гастроли-то все равно мы не через Москву, а через аэропорт вылетаем. Поэтому в Домодедово у нас аэропорт был прям вообще просто прям под боком. Но это тоже слишком. Там все время самолеты и все время шумно. А тут как бы совсем другая и экологическая обстановка. Ну, инфраструктура Солнечногорска тебя в целом устраивает? Купаться есть где? Расскажи. Да, у нас потрясающее озеро Сениш. И вообще всех-всех прям давайте на выходные к нам в Солнечногорск. Слушай, ну мы там попередушимся, если все приедем. Вет не злое, будет загорать только. На самом деле там места очень много. Там потрясающая набережная. Сколько километров? 12 километров. 12 километров в одну сторону. А пляжи? А пляж сколько размер? Большой? По площади точно в цифрах не скажу. Но фотография, по-моему, где-то у меня есть. Там, ну, Геленджик, мне кажется, отдыхает просто. Ничего себе. По количеству народу. Слушай, так тебе надо что-то сообразить в родном Солнечногорске. Не знаю, может, кафешка какая-то. Ну вот, ну там на самом деле... Кусочек пляжа купить, привести в порядок. Да, покупать, наверное, нет смысла. Там вот так замечательные места, где есть погулять. Вот по набережной с Катей мы ходим, там стоит потрясающее пончиковое. Тут, между прочим... Да, и все время нас кормят пончиками. Антон, не корми нас больше пончиками, пожалуйста, я тебя умоляю. Антон уже на связи, он вас слушает. Пишет, что Сережа, мужчина с большим сердцем и доброй дружой, помогает людям, я так понимаю, еще и пончики приобретает. Большой тебе привет передаю. Антон, пончик, подпись. Хорошая. Нет, он не всегда нам дает приобретать, да, поэтому вот я и говорю, что не корми нас пончиками. Подождите, Сергей Куприк, человек, который следит за своей фигурой, очень трепетно относится ко всем вкусняшкам. И тут пончики. Да. Как так? Да, вот приезжайте все в Солнечногорск, съешьте пончики, чтобы их больше не было. Значит, в следующий раз, Сергей Батькович, к нам не с клубникой, а ты понимаешь... А с пончиками. Хорошо, договорились. А уже с пончиками, да. Слушай, было желание пойти куда-то выше вообще вот артистической ниши по пути, допустим, Дениса Майданова? Начать избираться уже по Солнечногорскому административному огругу. Нет, нет, зачем? Ну, во-первых, это огромная ответственность, а я, ну... Но ты же переживаешь за родной Солнечногорск? Переживаю. Вот смотри, Маркин переживает за Жулебинский лес, пошел в депутаты, чтобы хоть как-то наладить все, что там происходит. Да это не обязательно идти в депутаты, главное желание, что что-то, если хочешь сделать, то сделай. Нет, ну одно дело ты хочешь, и тебе не дает административный ресурс, а с другой стороны ты сам этот... Ничего подобного. ...сам этот ресурс и все делай. Если у тебя хорошие со всеми отношения, то ты... Желания этого очень много, ты можешь со всеми договориться и что-то сделать без... Ну ты уже помог какие-то вопросы решить бытовые для населения? К тебе люди обращаются там? Сергей Васильевич, помоги, пожалуйста, вот газ никак не проводят нам. Вот сейчас в данный момент мы собираем гуманитарку, например, на Донбасс. Это тоже мы делаем в Солнечногорске, нам с удовольствием предоставили помещение, куда все это складывать до тех пор, пока фура не придет и не выкрутит. Вот поэтому, ну, было бы желание. Хочешь что-то делать, найдешь всегда что сделать. По поводу что-то делать. К тебе недавно приезжала программа «Сегодня вечером». Да. С одного из телеканалов. Да, ну с первого канала, чувак. Да ладно, не с НТВ. Или это НТВ. Ой, я не знаю. Сегодня, по-моему, первый канал. Первый, да? Первый. Что нас ждет? Что мы там увидим? Они отснимали какой-то сюжет? Это что-то будет особенное? К чему это приурочено? Расскажи просто. Или они нагрянули внезапно, не предупредив? Вот сидим дома с Катей, едим пончики, звоним. Дилинь-дилинь, кто там? Первый канал. Первый канал. Заходи. Выходите, вас снимают. И тут алабаи появляются, съемки заканчиваются. Ну, на самом деле, интересная передача. Ну, понятно, что людям интересно, как живут артисты. А, просто как живут артисты. Ну, так, дом показали, да, собак показали. А сколько собак, кстати, на сегодняшний день в твоем доме? Расскажи. Три собачки. У нас две больших и одна маленькая. Большие это алабаи. Алабайчики, да. Они требуют какого-то специального ухода, выгула? Территория большая. Они, в общем-то, гуляют у нас на территории сами по себе. Потом утром с собачком проходишь просто и все. Питаются тоже сами по себе. Тем, кто решил через забор перейти. Питачек надо уже, вот, это Катерина у меня ответственная. Сергей Куприк у нас сегодня в гостях. Мы видим ваши вопросы. К ним скоро перейдем. Плюс семь, девятьсот девятьсот девять, девять пять, пять, сто три и ноль. Звездный завтрак на Радио Шансон. Ночует Сергей Куприк в Солнечном корте. Это уже будет сегодня просто притчевоязыц. У нас комен он объемы сегодня в Солнечном гостях. А завтракает здесь, в студии Радио Шансон. Сегодня с нами. Сережа, ну просто твои алабаи наделали шуму среди слушателей шансона. Вопрос от Вячеслава. Можно ли у вас щенка приобрести? Ну, думаю, что нет, потому что у нас два мальчика. Они самцы. Два мальчика. Ну и раз эту тему уже затронули, Николай спрашивает. Есть выбор. Мне не с женой расходятся. Ей один нравится, мне другой. Так у вас, Сергей, разнополые как уживаются вообще? Однополые. Вот, однополые выяснили. Как два мальчика уживаются? Ну, я знаю, что у многих собаки драться начинают. У нас тоже это было раньше, пока они еще там молодые, наверное, были друг дружки. Потому что там что-то доказывали. Вот. Ну, сейчас как-то это все меньше. Подожди, а вы купили третью собаку? В довесок. Мы не купили, мы вообще их не покупаем. Не, хорошо, появилась третья собака. Дело в том, что вот этих двух алабайчиков, мальчиков, мы, Катя, забрала у заводчиков, которые хотели этих щенят утопить. А третий? То есть мама при родах умерла, и чтобы, ну, это проблема большая, выкармливать там их соской. Вот. И девочки-волонтеры спасли, щенят выкормили, и Кате вот двоих отдали. А третью мы нашли в автосервисе. Это кто по пародии? Это дворянин, зовут его дружок, он маленький. У него что-то от Йорка, что-то еще от кого-то. Да, понятно. Ну, в общем-то, очень... Он с алабаями как? Он же, для него же это просто, он как в карцер зашел, понимаешь? Не-не, он... Два алабая, и он такой бедолага болеет. А я уверена, что он... Я хочу обратно на автомойку. Нет, как бы то ни было, он все равно полноценная собака, которая, в общем-то, заявляет свои права, его иногда слушают, вот, он отстаивает свою еду, вот, то есть у него-то все полный порядок. Все-все уживаются, и с кошками нормально уживаются. А там еще и кошки у вас? Да, кошки две. Собаки их не трогают. То есть все, что приходит из леса, они нещадно, конечно же, разрывают. Но своих они не трогают. Так, ну хорошо, хозяйство в хозяйствах. Все-таки о творчестве. Сереж, что сейчас происходит в твоей жизни творческой? Расскажи. Ну, что у нас происходит? Ничего нового, в общем-то, и не происходит. А должно происходить, Сереж. Но люди, как обычно, ты же понимаешь, что все постоянно от артистов требуют одного. Это новые песни, новые альбомы и, конечно, концерты. Так вот, я говорю, что ничего нового не происходит, потому что все, как бы, идет по накатной дорожке, нам присылают песни. Вот для тебя это уже не новость. Мы что-то записываем, да, что-то мы не записываем, что-то мы оставляем на потом. Ну, в общем-то, работа идет своим чередом все время. Ну, вот у многих артистов сейчас такой застой, нету хита. Вот у тебя есть такая проблема? Да у всех такая проблема. Задача. А потом мы же не знаем, что станет хитом. Да, Михаил Круг тоже не знал, что «Централ» будет хитом Владимирский. Вот в этом-то и дело, да, что мы не знаем, только уже люди определят, когда ты выпускаешь альбом, что из этого хит, а что и вообще не хит, и что вообще лучше. Не выпускать надо было. Кстати, по поводу Михаила Круга, ты же вот выступал в концерте памяти Михаила Круга, когда было много-много артистов, ты пел «Тверичанку», правильно? Да. А почему упал выбор именно на эту песню? Почему не в городском саду успел Сергей Куприк, допустим? Ой, я, честно говоря, не... Вытянули жеребий, как это все распределялось? Я не помню, как это произошло, но, во-первых, я эту песню знаю очень давно, потом ее написал все-таки Игорь Слуцкий, это мой любимый композитор. Ну вот. Ну, в общем, так получилось. Наверное, поэтому и выбрали, да. Но исполнил шикарно, конечно, поэтому... Спасибо большое. Поэтому они и просят тебя исполнить «Тверичанку» 28 июля. Да, безусловно. Но тем более совсем вот-вот был день памяти Михаила Круга 1-го числа. Сереж, ты следишь за тем, что в Лесоповале происходит сейчас? Или тебе уже давно это неинтересно? Мне не приходится за этим следить, потому что мы с ребятами иногда даже встречаемся на концертах. В общем-то, как бы все... Они к тебе на «вы» или на «ты»? Друг у друга на виду. Они же помоложе там ноги. Ты же все-таки 14 лет, кто тебя там переплюнул? Никто. Те, кто из немногих остался, да, те на «ты», остальные на «вы». Ну вот Юля спрашивает, вы с Лидией Николаевной общаетесь? Бывает, да, созваниваемся. Созваниваете, да. Да, ну, конечно, ну, как я всегда позвоню. Зовет, интересно. Зовет обратно. Вернись, Сережка, все прощу. Ну, нет, не думаю, что Лидия Николаевна до этого дойдет, да. Но у них, у ребят, слава богу, все в порядке, все хорошо. Какой добрый человечек сегодня у нас в гостях. А, все. Я тебе предлагаю красавицу послушать. Давай, а потом мы зададим вопрос от Ольги. Хорошо. Звездный завтрак на радио «Шансон». Сергей Куприк у нас сегодня в гостях. Всех красавиц 28 июля. Это будет четверг, это будет уже очень скоро. Красавцев тоже, ребят. И красавцев тоже. Ждем Яровит Холл в центр Москвы на вечеринке «Гуляй! Шансон». Сергей Куприк, Евгений Кемеровский, Анатолий Полотной и Федя Карманов. Приходите обязательно. Супер состав. Супер, ребята. Когда еще вот так артисты соберутся в таком составе, неизвестно. Поэтому не упускайте шансов. На сайте концерт.ру можно приобрести билеты. Вопрос от Ольги. Да, Ольга интересуется. Можешь ли ты рассказать про съемки фильмов «Чужая шутка» и «Закон и порядок» и хотел ли бы ты еще сняться в фильмах и в каком жанре? Слушай, а ты актер же, да, получается? Да нет. Популярный? Сериальный? Нет, нет, совсем не актер, совсем не популярный. Не, ну про чужушек. А ты играл там кого? Это камео? Ты сам себя играл? Или это какие-то роли прямо написанные? Злая шутка, наверное. Злая шутка. Чужая шутка или злая шутка? Да, у фильма там несколько было названий, он там переименован. Кого ты там играл, расскажи? Себя? Какого-то чокнутого художника. А, художника? Да, но это было очень давно, это было вообще мое первое киношко. Ну не очень, 2016-й почему, не очень давно. Нет, подожди, мы снимали его в 2006-м или 2005-м. А, даже так, да? А показали в 2016-м? А его вообще показали? Не знаю. Я вот вижу. Аня уже посмотрела. А Ольга точно посмотрела. Она, правда, название забыла, но Ольга посмотрела. Это было очень давно, да. Ну, я первый раз попробовал как раз-таки вот эта вот чужая шутка. Это была первая киношка, в которой я снялся. Потом я все это дело посмотрел. Мне это очень не понравилось. Потом я второй раз решил сняться в кино. Это был... Закон и порядок? Нет, не закон и порядок. Это, по-моему, был фильм «Репортеры». Да, в третьей серии я снимался. Вот, и я как бы тоже засомневался, что мне это нужно. И третье, как раз был вот закон и порядок. Ну вот, и все. И это окончательно стало моим решением. Поставило крест на твоя кинокарьере. Да, вот, абсолютно верно. А почему? Что не так, Сережа? Ну, слушай, ну, знаешь, видно человека, который не умеет это делать. То есть, когда вот смотришь сериал, да, сейчас их много всяких всевозможных. Много таких псевдоартистов, наверное, своих знакомых приглашают сниматься. Видно, что человек далек от этого, что он этого делать не умеет. Не зря же люди там столько институтов. Ну, в кадре ты смотришься хорошо. Смотрю третью серию «Репортеры». Оторваться невозможно вообще. Я на себя смотрю и с ужасом. Это нормально, это нормально, это нормально, что ты сам себе не нравишься. Потому что обычно человеку не нравится ни как он поет, ни как он выглядит. У любой звезды спросить, тебе нравится твой голос? Он скажет, нет, не нравится. Поэтому это норма. А главное, чтобы тебя оценили люди, а не ты сам. С киношкой я завязал, короче. С киношкой завязал. Жаль, жаль. Так, ну мы переключаемся на кое-что интересное. Лаб-стори. На радио шансон. Ты сегодня, как, собственно, и всегда не один со своей верной спутницей Екатериной. Слушай, мы помним тот случай, когда ты выкинул телефон Кате в окно по ревности или что-то взбурлило в твоей крови. Мы решили провести для тебя на сегодняшний день тест на ревность. Ты вообще ревнивый человек? Ну, я думаю, что нет. Ты думаешь? Этот вопрос надо было бы хорошему задать Кате. Кать, просто кивни, он ревнивый или нет? Нет. И Катя говорит нет. Значит, правда, не ревнивый. Ты веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? Да. Веришь. Что ты сделаешь, если увидишь, что Катя флиртует с незнакомым мужчиной? Давай так, что ты сделаешь с мужчиной? Не-не-не-не, сначала выяснит, не Андрей ли это Куряев, который обещает новую песню написать, а потом уже разберется. Да ничего не сделаю. Ну, чего тут сделаешь? Ничего, ну, дома подшлепаю. Катю. Катю. Так, хорошо. Как часто ты звонишь Кате, чтобы узнать, где она и когда вернется домой? Никогда не звоню Кате. Даже если задерживается? А где она? Она только со мной задерживается. А, то есть без тебя никуда? Ну, мы крайне редко разлучаемся, мы все время вместе, поэтому я даже не знаю ее номер телефона. А пароль от телефона ты знаешь, Катя? Конечно. Залезал? Там то же самое, у меня точно такой же телефон, зеркальный. То есть у вас там облако, вы в одном облаке, и у вас все синхронизировано, да? И у нас один, как это называется? Аккаунт. Аккаунт, да. Ничего себе, удобно. Как красиво ты ушел от вопроса. Подожди, ты в телефон-то жены залезал? Залезал, конечно. Смотрел смски, а в архив залезал в ватсап, и там самое интересное. Так у него все то же самое же он говорит. Да нет же, нет же. А говорит то же самое. Пароль это не значит, что то же самое. Нет, залезал, все смотрел. Ну как, мы все время вместе, то есть она же не может переписываться там с кем-то, когда вот я рядом сижу. Было такое, что Катя возвращалась домой с цветами? Ну, с концерта. Ну нет, не концерт, сейчас мы имеем в виду. Как она возвращалась, опять же со мной. Опять же с тобой. С чужими цветами возвращалась. То есть он вообще выбора не оставил, ты понимаешь, он жену привязал максимально рядом к себе, чтобы... Нет, это не так, это не я, это она меня привязала. А, это она к тебе тебя привязала? С какой стороны? Посмотри. А ты сам давно Кате дарил цветы? Не с концерта. Постоянно, постоянно дарил. Вот не только цветы, даже вот клубнику позавчера пошли собирать. Прекрасно, вот это вот план. Моря и океаны, это все для тебя, вот эти цветочные поляны, клубничные. Нет, на самом деле, ну Ань, вот ты сама подумай, если человеку дарят каждую неделю какое-то невероятное количество букетов цветов, зачем ему еще дополнительно что-то покупать, чтобы подарить жене? Ну не передаривать же, это же отдельно пошел. Кстати, я два ведра клубники собрал, одну Кате подарил. А может быть, кстати, Катя не любит, когда ей дарят цветы. Катя, ты любишь цветы? Любишь? Любит. Супруга говорит, что любит. Сереж, какой размер пальца у Кати? Кольца, точнее. Знаешь? Ну, думаю, что... Сейчас начнутся подсказки. 17-й, скорее всего. Угадал? Угадал. А любимые цветы у нее какие? Только не смотри на нее, на нас смотри. Не смотрю. Какие любимые цветы у Кати? Ну, она сейчас опять, конечно, сверхуга. Она полевые любит, она все цветы любит. Полевые цветы, как замечательно. Как это все романтично и хорошо. У нас дома все в цветах, да, потому что я уже, честно говоря, даже ругаюсь, но это невозможно. В смысле, в горшках или что-то? А, в горшках ты выращиваешь или Катя следит? Катя, конечно. Ну, это же кислород, это же хорошо, как, ну... Ну, у нас кислорода на болоте хоть отбавляй, но еще и цветы. А кто готовит завтрак, ты или Катя? Катя. Катя готовит завтрак. Катя, яичница из шести яиц. А по дому ты вообще что-нибудь делаешь? Ты вообще рукодельный человек? У тебя руки растут. У тебя руки золотые или нет, Сергей? Золотые, но я их не всегда использую, свои золотые. Ну, а что-то можешь починить самостоятельно? Конечно. Сантехника, по плотницкому делу что-нибудь. Когда ты находишься в доме, в своем, в любом случае, всегда есть что делать. А посуду помыть сможешь? Если руки не оттуда растут, то тебе, в общем-то, и в доме тогда делать нечего. Потому что невозможно все время кого-то приглашать, все время кого-то ждать. Мужья на час, я думаю, они должны дежурить у ваших ворот. Нет, все мужья на час знают, что есть муж навсегда. Это прям цитата этого эфира. Все мужья на час знают, что есть муж навсегда. А Сергей Куприк у нас сегодня в гостях. Звездный завтрак. Сергей Куприк у нас сегодня в гостях. Собственно, планы на выходные определились. Едем в Солнечногорск собирать клубнику. Я еду. Я тоже. Там еще говорят огурцы. Только надо выяснить, действует ли акция на огурцы. Одно ведро собрал, второе тебе в подарок. Сережа, расскажи, ты с какими авторами сейчас сотрудничаешь? Да с теми же, с кем и сотрудничал. Кто в топе? Кстати, вот недавно, буквально вчера прислал Олег Щеглов потрясающую песню. Так. Тоже такую патриотическую. Ты сказал, что ты немного меняешь музыкальное направление. Что ты имел в виду? Музыкальное направление? Да, ну типа тематику, ты говоришь. Мы сейчас меняем. Нет, мы не то, что меняем, просто сейчас стало вообще очень актуально патриотическая история. А, ты вот эту вот историю. Мы как бы вообще давно, мы когда еще с группы ушли, мы думали, что мы будем петь. И как-то так нас дорожка вывела именно в патриотику. Я не отказываюсь абсолютно, то, что мы и раньше делали, от лирики не буду отказываться. Конечно, все равно большинство женщин на концерты ходят и хотят песни слушать лирические. Поэтому элемент патриотизма все равно должен присутствовать, особенно сейчас. Но расскажи, альбом-то когда нам ждать? В этом году есть смысл? Да, я думаю, что возможно и в этом году. Это будет патриотический альбом или лирический? Или это будет смешанность? Это будет все смешанно и, в общем, все хорошие песни, которые мы сделаем, мы туда вставим. А видео ты снимаешь вообще, нет? Практикуешь? Нет. А, кстати, да, я не помню. Потому что, да, хочется посмотреть уже какой-нибудь классный, дорогой клип. Ну, их никогда и не было. С Сергеем Куприком в главной роли. Мы еще работали, там еще клип снимали. Ну, пока еще было телевидение, пока были музыкальные проекты на телевидении. То есть телевидение никуда не делаешь? Был смысл. Оно осталось? Да ладно. Если ты не знаешь. Ничего. А где? Первый, второй... Мы сейчас про музыкальные каналы говорим, их огромное количество. Музыкальные каналы, для музыкальных каналов снимать клипы, они, ну, не имеет смысла столько денег вкладывать. А в Ютьюбе можно смотреть клипы? Так это можно не снимать, просто нарезку сделаю, как бы. Лирик видео ты имеешь? Ну, просто не нужно. Ты вообще делаешь акцент на телеграм, на Ютьюб? А сейчас есть человек, который отдельно этим занимается. Допустим, вот Жека, он кнопку уже получил серебряную за Ютьюб-канал, он раскручивает, прям вот так активно этим занимается. Ну, соцсети, они как бы их, Катерина занимается в основном, ты и я там тоже присутствую. То есть мы ведем и ведем, как бы. Просто ведете, да? Да, но этого достаточно для того, чтобы люди, кому мы интересны, были в курсе наших событий. А вот эти вот прямые эфиры в одноклассниках, которые прямо разлетаются, ты этого не практикуешь, не делаешь? Нет, не делаю. Не любишь? Сторис не снимаешь? Да нет, вообще нет, нет вконтакте ничего от Сергея Куприка. Слушай, ну это Катя, это камень в огород Кати, Кать. Ну ты давай уже как-то, надо же популяризировать супруга и артиста. Катя делает, как там сегодня у нас день трудоголика, и вот Катя, сегодня день трудоголика. Сегодня день трудоголика, да. А я нет, я не трудоголик. Так, какие... Всех поздравляю тогда. Какие три достижения вы бы взяли в следующую жизнь? Какой интересный вопрос от Михаила. Три своих достижения за всю жизнь. Ну давай, три, три прям достижения, которыми ты гордишься. Как даже, честно говоря, я не думал, чем я прям так горжусь. Ну как-то за спиной-то есть что вспомнить? Давай знаешь, что тогда сделать? Еще то время не пришло, когда за спиной у тебя огромный багаж, да, и ты думаешь о своей жизни, что ты сделал. Но тем не менее, у тебя очень много наград. И заслуженный артист России. Конечно, Сереж, ты что скромничаешь-то? Ты награжден медалями и орденами за участие в горячих точках. А, еще у меня орден дружбы Донецкой Народной Республики. Ну и за Сирию тебе что-то, по-моему, там награждали. Денис Владимирович меня награждал. Пушилин. Да. Ну вот три, пожалуй, уже есть. Скромнее. Ну вот эти три достижения-то уже можно было бы в следующей жизни? Ну хотя бы эти. Чтобы было оттолкнуться от чего в следующей жизни. Я чисто подсказки даю. Я не настаиваю ни на чем. Давайте про эту жизнь. Сереж, ты давно выступаешь в Донецке и в Луганске, да? Да. Уже долгие-долгие годы. Сейчас ты тоже туда поедешь. А в Луганске ты же заканчивал даже что-то там. Да, в Луганске я заканчивал Институт культуры. В 2008 году я закончил и получил в общем-то свой высшее образование. То есть тебя там даже просто местные люди должны знать какие-то. Да, меня там знают очень хорошо. Мы в 2004 году исполнили балладу о Луганщине, которая впоследствии стала как бы таким неофициальным гимном луганчан. Что было очень приятно. Все радиостанции начинали именно позывные из этой песни. В школах первый звонок начинался этой песней. И ездим мы туда прямо. И раньше ездили с 2014 года, когда все эти события начались. Мы начали поддерживать людей, которые там остались и которые не приемлют чужих правил. А звание заслуженного Украины тебя не лишили? А нет, нам был звоночек какой-то непонятный, украинский номер. И сказали, Сергей Васильевич, чего это вы себя так ведете нехорошо? Я говорю, а что случилось? Это вы же заслуженный артист Украины. Я говорю, так, ну что дальше? А поддерживаете террористов, сепаратистов и так далее? Я говорю, ну я и сам такой же, значит. Я говорю, не вы награждали, не вам отбирать. Награждал народ Луганск. А вообще имеют право отозвать звание заслуженного артиста? Я думаю, что, наверное, имеют. Технически все возможно, мне кажется. Ну, все только разговорами и закончилось. То есть, как бы, ничего не произошло. Фу, хозяин, барин. Слушай, а вот этот героизм, патриотизм, это с детства так в тебе воспитывали? Это генетически в тебе? Или откуда? Никакого героизма на самом деле нету, просто... Ну, слушай, летать в горячие точки, когда за спиной там град... Не многие согласятся, Сергей. Ну, просто объективно. Я не могу согласиться с тем, что когда что-то в твоей стране происходит, когда ты реально понимаешь, что это касается всех абсолютно, а ты делаешь вид, что тебя это не коснется, да? А, само по себе пройдет. Не пройдет. Если мы все будем так реагировать, то жизнь станет гораздо хуже, чем сейчас. Поэтому мое мнение такое, что если ты что-то можешь сделать для этого, что от тебя зависит, да, если ты учитель, научить кого-нибудь чему-нибудь хорошему. Если ты артист, певец, да, ну, поехали, спой. Подними боевой дух. Никто не требует от тебя сидеть в окопах, да, и героически бросаться под танки. Если ты повар, там, возьми, накорми кого-нибудь, там, один раз. Одного раза будет достаточно. Ну, и наша жизнь станет гораздо лучше. Я в этом уверен. Золотые слова на самом деле. Опять же, я не хочу хвастаться, но мы просто так тоже на Донбасс не ездим. То есть мы собираем машинку, да, каких-то там вещей, продуктов, там, еще чего-нибудь, что необходимо там. Все это забиваем и едем... То есть вы везете и хлеб, и зрелище. Все доставляете. Да, все, потому что там людям все очень нужно, там это необходимо, там люди нуждаются в данный момент. Спасибо тебе, Сережа, благодарность отдельно и за то, что ты делаешь для народа Донбасса, Луганска и да и вообще для слушателей. 28 июля, напоминаем, что ждем Сергея Куприка с огромным удовольствием и честью на вечеринке «Гуляй! Шансон!» в Веровит Холл. Билеты можно приобрести на сайте. На сайте концерт.рум, да. Ну и благодарим Сергея, благодарим Катю, благодарим за клубнику, благодарим за все. Приходи еще. Мы тебя всегда любим и всегда наши двери для тебя открыты. Спасибо. С вами были Аня Каверина и Артем Дземин. Всем счастливо. Пока. Звездный завтрак.